всем привет дорогие друзья мы находимся в крыму это самое необычное место которое мне вообще довелось побывать вообще в этом году потому что здесь реально она как будто застыла в цивилизации застыла вообще в развитии здесь реально пустые пляжи вы в скором времени это увидите там по два по три человека буквально на всем пляже буквально очень хорошие пляжи все покажу расскажу обязательно ставьте лайки подписывайтесь на канал посмотрим сегодня где кемпинги стоят очень интересно здесь наверно только знающие люди бывают это недалеко от судака местечко находится называется прибрежная вот вы еще такого не видели обязательно досмотрите до конца такой крым бы точно никогда не видели вот который застыл просто в цивилизации сейчас июль месяц я приехал в 10 утра то есть это вообще ну это не вечер это не утро так что не не думайте что я прям показываю что когда никого нету вот реально пик сезона можно сказать так и просто местечко скрытая глаз вообще и принципе можно сюда ехать дикарем я можно можно так вообще сказать ну ладно давайте поехали тут кстати работающие с кемпинг со всякими туалетами даже с едой даже с водой вот с электричеством вот там местечко такое можно палатку поставить и рядом с морем жить и будет какие-то благе благе цивилизации вот но не знаю полу полу дикарь получается такой так ну что друзья сама прибрежная находится за горой меганом если кто знает это недалеко от судака но километров 10 примерно рядом солнечная долина есть очень много здесь виноградников здесь завод первичной обработки вин то есть вот этот виноград который здесь выращивают очень много из виноградников здесь просто просто громедные гектары очень много громедные площади и это все никем не ну то есть нигде никто здесь не живет только такие такие реденькие домики вот и такое такой курорт небольшой прибрежная вот наверное только для знающих людей здесь после штормов там смыла на дорогу так не частично разрушила давайте наверное прогуляемся вам покажу расскажу ну и пляж довольно большой и людей мало посмотрите вот такие домики здесь стоят довольно старенько конечно в основном как я заметил пройдясь вообще по этому селу половину 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 этих домиков сделано и свой сбитой то есть то есть не из камня с каких-то каких-то досок вот например вот этот дом потом просто покрашенный белую краску он из из стружить из стружки короче короче говоря вот завод солнечная долина но на разве ну короче здесь тоже рядом завод есть вот такие вот бунгалы из палок и из чего-то еще но есть каменные видите вот очень все такое старенькая заброшенная тут наверно когда-то какой-то фонтанчик был вот тут даже балясины какие-то были ведь а раньше пара поразрушивались советское время вообще я ехал на маршрутке туда даже маршрутке ходят из судака стоит 60 рублей вот с автостанции ходят и хочу сказать что сама дорога она половина тут убитая даже дорог здесь не здесь не сделаны в принципе здесь мало людей живет это около 600 человек видишь какой большой пляж кемпинги тут всякие тут много с палатками видите и и песок здесь хороший пляж хороший ну много все заброшено потому что людей здесь есть мало туристов видите вот здесь например мы когда-то я так понимаю какой-то кафе вот все заброшено посмотрите пляж какой широкий очень большой пляж здесь наверно половину приезжают как на кемпинг он я вижу машины вместе с с прицепами с такими домики на колесах не знаю почему но здесь написано купаться запрещено знаю почему это очень странно пляж все загорают купается купаться запрещено а вот кафешка по моему единственная кафешка вот которую я прошел по набережной работает воду можно набрать купить обалдеть честно говоря только что спросил жилье вот воду набирала в кафешке говорит от двух с половиной я я в шоке в блин такой такой захолусть и я думал тут видимо просто мало жилья здесь вот поэтому такие цены конкуренции нет большой вот тут как бы так принципе только на пляж можно приехать поселиться и 5000 он сказал 5 местный ну это прям как в новом свете обалдеть цены я думал такое село какое-то забитое вот все разбитое все разбитое а цены такие же я думал ну тысячи вот а тут нет горит без половины говорит еще и занята говорит все я верю можно посмотреть на горит а у меня занята горит еще и приезжаю там горит пятиместный где сегодня вот разбила дорогу когда шторма были видите видимо дефицит жилья вот таки как ни странно это вот не для меня очень странно и цены в этой кафешке для достаточно дорогие там литр тоника 150 рублей стоит ну как бы такой обычный который магазине 90 помогу обычно стоит вода ноль пять пятьдесят рублей есть ну такие цены прям пляжные пляжные ну вот ну видимо из-за того что здесь никто не хочет ничего продавать вот смотрите палатку стоят палаточки да это такой полу кемпинг получается за того что наверно многие бросили это за из затеи тут сдавать что-то хотя наверно вот из-за пляжа может быть из-за пляжа очень хороший здесь пляж единственное что но все остальное даже магазинов не видел по дороге вот как может прям по маршрутке когда шел от маршрутки вернее непонятно где здесь магазин пока что я не нашел но вот тут вот можно посидеть допустим на море посмотреть такие вот качели есть покачаться на качелях ну-то как брусья наверное делались когда-то муси вот жилье можно позвонить принципе спросить я нашел я вот такой вот магазинчик небольшой что сказать я так понял что тут на всю набережную один магазин и одна кафешка потому что там цены у 100 рублей полтора литра воды стоит вот ну вроде как нормально как как для курорта да но все равно немножко дороже чем на судаке вот судаке там 70 до 80 нужно взять вот пять литров воды 100 рублей тоже стоит баклажка так процентов короче на 20 на 30 может даже дороже чем чем в городах обычно тут просто все дело наверное в дефиците все-таки и в маленьком количестве населении которое здесь проживает умерду отдыхает которые я думаю что местные где-нибудь скупаются и едут скупаться куда-нибудь в этот солнечную долину либо судак почему-то мне так кажется немного вывесок для сдачи жилья да и жилья то и не слишком много вижу хотя она тут все пустыня везде везде пустыня вот чуть дальше набережной ну такая как бы ретро все ретро очень прикольно как будто вернулся лет на 50 назад в советское время вот такие ощущения и это даже неплохо это даже в чем-то даже приятно знаете почему потому что все тихо и спокойно тут не машины не ездят вот машины может быть они когда-то сюда приехали и стоят тут месяцами а во вторая машина за все время проезжает по набережной вот вам друзья о тут старые грибки наверное еще советских времен посмотрите где они откопали где-то их тут и шезлонги посмотрите деревянные советские реально советские за эти сваренные там уже ржавчина на них проступает обалдеть вот если хотите уединенного такого отдыха чтобы мало людей было это как раз наверное то место тут хороший пляж заход в море тоже неплохой и можно даже где-то палатку поставить вот посмотрите грибок ставят эти грибки наверное еще в ленин когда-то ставил когда отдыхать сюда приезжал штыри еще квадратные такие и на квадратные штыри обалдеть вот тут на вынос продается арбузы и дыни а вот здесь тоже какие-то пляжные инвентарь Давайте пройдёмся, глянем. Нет. Настолько, знаете, как радостно, удивлённое у меня чувство это всё вызывает. Когда нет суеты. Вот. Самое главное, что здесь нет суеты. Это самое главное. Что ты чувствуешь. Здесь. Песочек, пожалуйста. Шезлонги там штук 10 вон лежат. Кто не любит шезлонги, тоже сюда приезжайте. Прибрежные получается. За меганомом сразу. Какие-то круги. А, тут стоянка для машин вон есть. Стоянка, смотрите, за стоянкой там просто камыши, короче. Там просто камыши. Можно спокойно здесь какую-нибудь продажу. Вот закрыто, например. Видите? Всё закрыто. Ну, спроса нету. Спроса. Мало спроса сейчас. Хоть и июль месяц, и здесь просто нет. Пойтись. Тут кружки какие-то, кувениры. Реально чувствую себя как в советское время. Вот, смотрите, тоже кафешка какая-то была раньше. Всё позакрывали. Видите? Может быть, ещё и это поломало во время шторма, и хозяин бросил. А здесь вот работает. Вот ещё одно. работает. Только цен нет. Ладно. Сейчас в плавках заходить. Нет смысла. Да. А, там ещё одна кафешка работает. Я-то думал, там одна единственная где-то, эта кривая кафешка. Нет, здесь вот уже более современные грибки. шезлонги. Да, здесь спокойный отдых. Очень спокойный. Прям чувствуется. Потому что людей мало. вода чистая. Вода чистая. В общем-то, это вся набережная получается. И весь пляж. так, мы пойдём ещё туда. Мы немножко подальше сходим. Так, ну что я узнал? Вот здесь борщ, например, 200 рублей стоит. И так, чтобы и дорого, в принципе. борщ, пирожки по 60. Такие большие. Ну, нормально. Если дороже, то там ненамного. Надеюсь, на 20%. Как вам такие пляжики? Обалденно. Здесь свои компании, наверное, отдыхать. Там ещё в ту сторону целые куски пляжа пустые. Там ещё причальщики небольшие. Когда-то, наверное, функционировали. Когда людей побольше было. ну ладно. Делал в ту сторону. В сторону стебеля. Так, друзья, я покупался, но здесь не такой хороший вход в воду. Я вам хочу сказать. Здесь камни, в принципе. Вот, когда в воде. Ну, такие, вот такие примерно. и так, чтобы сложно, но всё-таки затруднительно заходить. Для детей тем более. И всё-таки хочу сказать, я вообще здесь не вижу плюсов. Вообще, ну как бы, почему здесь сюда, здесь вообще люди есть, я удивляюсь. Ну, то есть, можно найти кучу минусов. То есть, здесь дороже, здесь даже на жильё дороже, я вообще в шоке. здесь, ну как бы, заход в море тоже не очень такой себе. Цивилизация далеко, и так далее, и так далее. Цены даже в магазинах дороже. И в кафе то же самое, тоже дороже немного. Вот. Но здесь есть огроменный плюс. Я вот залез в воду и не мог просто вылезти. Знаете, почему? Потому что никто тебе не мешает. Ты реально здесь отдыхаешь. Это реально здоровенный жирнючий плюс, который перевешивает все минусы. Никого нет. Вот, посмотрите за мной. 100 метров, 50 метров туда, 50 метров туда. Вот так вот, короче, просто пустые пляжи, можно сказать. Ты отдыхаешь, у тебя, в принципе, есть и цивилизация здесь покушать. Ну, вот, вышел в магазин, зашел или кафешку и взял что-нибудь поесть. Ну, ладно, там дороже, ничего страшного. Зато ты отдыхаешь. Я давно не помню такого, чтобы я залезал в воду, короче, и не хотелось мне выходить. А здесь реально, здесь и вода чистая, вот, посмотрите. Просто чистейшая вода. я просто не хочу отсюда выходить, потому что никто не мешает здесь. Посмотрите, вон там только вдалеке люди. А здесь все, все для тебя. Все просто развалился на пляже. Вроде бы, как люди есть, цивилизация есть, пляж есть, море есть, чистейшее, посмотрите, какое. что еще надо, да? Ну, это еще не все, друзья. Пойдем мы дальше туда, на дикие пляжики. Сейчас сходим чуть-чуть дальше, в ту сторону. И вы просто обалдеете, друзья. Это еще не конец, не переживайте. Давайте, погнали. Субтитры создавал DimaTorzok Я сейчас отошел от Приморского, вот, прибрежного, вернее. Прибрежного, посмотрите, тут за мной целый пляж, метров 200, наверное, может быть, даже и 300. недалеко буквально от этого села. И здесь вообще никого нет. Целый пляж и никого нету. Вообще ноль людей. На горизонте тоже никого. Тут, конечно, не очень хороший вход в воду. Тут галечка такая крупная, большая. Но все равно, буквально целый пляж, вообще ноль людей. кстати, тут вот нашел, смотрите, неплохой пляжик. Галечка такая мелкая, хорошая. Ну, такой, большой. Кроме как, конечно, на машине никак не приедешь. Ну, или до Приморского и метров 500 пешком в сторону курортного или в сторону Коктебеля, ну, одно и то же. Там вот небольшие такие пляжики по дороге, вон дальше тоже смотрю, вижу. Вот такие вот бухточки, закоулки. Смотрите, небольшой, уютный такой пляж. Но это действительно для прям дикарей, если вы хотите дико-дико отдыхать. Вот, смотрите, одна палатка, две палатки на весь пляж. Пляж длиной где-то метров 300. Метров 300 длиной. Смотрите, какая бухточка. Ну, сейчас немножко волна, а если бы было бы тихо здесь, ну, такая не волна, а такая рябь что ли. Если было бы тихо, смотрите, ну, даже песок есть. Не все так плохо, как оказалось. Ну, я думаю, если бы было бы другие обстоятельства там по миру, может быть, здесь было бы даже и больше людей, те, которые дико хотят отдыхать. Посмотрите, вот, например, дикари. Вот, сейчас показывают на 11. Кто-то поставил часы. Как это, световые, как они называют, солнечные часы. Сейчас посмотрим. Сейчас я достал телефон, но сейчас без 20. Не знаю, видно вам бы, нет. Без 20. 10. Утро. Ну, может быть, если чуть-чуть сдвинуть камешек, может быть, так и есть. Не знаю, когда эти камешки ложили, может быть, раньше и такой часовой. Так, часы нормально шли, правильно. Я бы хотел окунуться, честно говоря. Вот, смотрите, тут даже на пляже костер разжигали, когда ветра не было. Там даже какие-то фольга, наверное, оборачивали, картошку, скорее всего. там народ купается. А если бы народа не было, можно было галашом даже покупаться, потому что вообще никого, чтобы трусы не сушить. Короче, вот, друзья, кто хочет дикие места, можно сказать, вот они. Между, получается, меганомом, судак, меганом, и за меганомом в сторону Коктебеля вот такие вот небольшие пляжики есть, оказывается. Обалдеть можно. Здесь, конечно, надо все в машине, нужно с машиной ехать, чтобы все загрузить, там воду, там все дела. Здесь поблизости ничего нет. Вот такие дела. КОНЕЦ КОНЕЦ чуть не уронил. Вода тут, конечно, не очень прозрачная, но в принципе заход в воду мягенький, там, ну, так мелкая галька, очень мелкая. и вода какая-то здесь очень соленая, соленее, солонее, чем у нас там в бухтах в этих, где куча народу купается. Как мне кажется, как мне показалось. пляжик вообще обалденный. Здесь и песок есть, и внутри там тоже песок везде, в море. Вот, а что, кто захочет с палатками отдохнуть, можно сюда смело ехать. ну, это прям дикарем, прям дикарем отдыхать. Тут две палатки всего стоят. Там тоже вдалеке есть какие-то пляжики, я вижу, но там тоже по одной, по две палатки везде. Вот, как-то так. так. ну что, друзья, я проверил дно, смотрите, здесь вроде бы как оно море мутное, но чуть дальше, я сейчас покажу, сейчас мы вместе с вами пройдемся туда чуть поглубже. Я был удивлен, честно говоря, потому, что я там увидел. Водичка ну такая, градусов 21, наверное, 22. в общем, она возле берега только мутноватая. О, смотрите, полетела. Это баклан, похоже. Посмотрите на меня сейчас. Я навожусь. Я там по грудь шел, а сейчас, смотрите, почти по колени. Почти по колено. уже она здесь чистая вода. То есть, она что-то там рядом с берегом немножко перебаламутилась. Ну, чувства очень приятные. как в детстве, знаете. И никого нету, можно побаловаться. Вот. В общем, здесь, здесь даже по поясу, смотрите, как далеко от берега. А вот она. Море тут чистейшее. Что-то она там рядом с берегом немножко баламутит ее. вот. А здесь чистая, в принципе. Видите, вода. Какая чистейшая. Здесь можно по пояс ходить. И песок везде. Вот. Сейчас вот вот так вот ногой попробую. Получилось. Короче, песок везде. Здесь обалденное место. секретное, можно сказать. В ту сторону, друзья, очень много вот таких маленьких пляжиков. Я не знаю, вот это только знающие люди здесь. Вот для кемпинга, в принципе, они предназначены. люди на машинах приезжают. Вот здесь вот палаточки, пару палаточек, дальше там пару палаточек и все. И там очень много таких пляжиков вдалеке. Я там еще до курортного вижу там один пляж. Очень-очень далеко, километра три. Наверное, оттуда легче всего сюда приезжать. и в принципе это такое место, такое равнинное, знаете-ка, даже на машине вот эти вот горы, вы между судак из Феодосии едете или наоборот, вы с той стороны едете, вы даже эту местность даже не видите. Представляете? А здесь посмотрите, какие пляжики есть интересные. Можно дикарем поотдыхать. и вот это вот курортное вдалеке. Я прибрежное приехал, тут потому что маршрутки ходят. Курортное немного дальше. Это недалеко, не доезжая до Коктебеля, если из судака ехать. Но там тоже надо заезжать туда внутрь. Прямых автобусов туда не ходят. И здесь место называется Солнечная долина. С этой стороны от меганомы. это вот все. Я даже не знал, что здесь настолько много виноградников. Очень много. И вот в этом прибрежном прямо я уже говорил, что там виноградник. Первичная обработка винограда. То есть они там отжимают вот этот кусок и так далее. Это первая обработка. А делают уже наверное на другом заводе. Я так понимаю. Насколько я понимаю, вот эта цикада. эти засохшие. Вот это они цикатят. Э, уйди муха. Вот такая вот здоровенная ерундовина. вот это друзья виноградник называется. Виноград. О, растет уже зеленый. В сентябре будет, в октябре наверное. Не знаю какой-то сорт. Вот. Я удивился, что здесь колючая проволока еще. Тут залезть в принципе не сложно. Но она так. просто посередине тут вообще никто не ходит. Посередине гор, посередине холмов, где вообще никого нету. Как интересно они трактора здесь ходят. Видно, что скапывалось недавно. Вот уторошение даже капельное есть. Ничего себе. Здесь вода даже подводится где-то. к этому винограднику. Посередине пустыни, друзья, виноградник. Обалдеть можно. Вот так вот вино делается. Не просто так, друзья. Надо все ископать и оросить и защитить и собрать отжать потом выстоять и так далее, так далее. куча всяких манипуляций нужно провести, чтобы собрать вино, бутылочку. Просто пустыня. Одни цикады котят котят. Котят манипуляции по Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, можете вступить в группу ВКонтакте и подписаться на эксклюзивные видео. Там даже дешевле, чем на маршрутке сюда доехать стоит. Поддержите канал, подписывайтесь, все ссылки есть в описании. Пока-пока.